Здравствуйте, дорогие друзья! Я вас приветствую в программе «Хлеб на каждый день». Он нам нужен каждый день, потому что Бог нам его дает. Если он о птенцах ворона заботится, то он заботится о тех людях, которые лучше птиц. Он сотворил нас для себя, он сотворил нас подобными себе во многом, чтобы мы еще работали над теми состояниями нашей души, характера, чтобы преображаться в его образ и в его подобие. И потому то, что у нас есть как стартовая площадка, это возможности расширить, натренировать, преобразить и, в принципе, действительно отразить небо на земле. И поэтому сегодня, когда так много разных состояний и обстоятельств жизни, которые обнуляют ценности человечества, достаточно быстро. Тогда, когда жестокость, когда ненависть, когда злоба, когда гнилые слова, когда в адрес друг друга несутся те потоки грязи, которые очень опасны по своему составу. И вот в этом ключе надо остаться человеком. Вы знаете, удивительно, но Христос, говоря о последнем времени, сказал одну очень важную фразу. «Когда я приду, найду ли веру на земле?» Потому что вера — это то, чем угождаем Богу. Вера — это то, что нас преображает. Вера — это то, что нас делает сильными по отношению к Богу, результативными. Потому что без веры угодить Богу невозможно. И, соответственно, по этой как раз составляющей наносится удар за ударом, чтобы люди своими путями начали защищать себя, а не путем божественных ценностей. И поэтому нам важно остаться не просто людьми, а остаться еще и христианами. Христиане, которые помазаны для того, чтобы совершать поприще с Богом совершенно в других ценностях, чем это сложено в сознаниях и сердцах людей, окружающих нас. И поэтому я хочу сейчас и в этом эфире вместе с вами посмотреть на шестой стих «таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия Иакова». Какого ты рода, из какого ты племени, с какими ты ценностями живешь на планете Земля. Потому что есть здесь характеристики, которые мы рассматривали с вами раньше. Кто за своим сердцем наблюдает, за устами, за руками, за отношениями. «Таков род ищущих лица твоего Божия Иакова». И вы знаете, почему-то здесь не стоит Божия Авраама, либо Божия Исаака, либо Бог Даниила или Иосифа. Ну да, с одной стороны, Бог себя так не называл, что он Бог Иосифа, хотя Господь был с Иосифом, написано, и укреплял его, и был с ним. И Бог мог похваляться Даниилом, когда ангел называл его мужем желаний. Но Бог себя называл тремя именами – Бог Авраама, Исаака и Иакова. И в данном случае Иаков не стоит как Израиль, потому что Бог переименовал его, но Израиль – это князь Божий. А Иаков – запинающий. То есть это тот, который примкнул или стал проблемой для своего брата. Это тот, который обманул своего отца. Запинающий. У него есть те состояния личности и души, которые неприятны небу. Однако Бог себя назвал его именем, потому что он знает, есть люди на земле, которые будут похожи на Иакова. И Господь не отказался от нас с вами. Он остается нашим Богом, но, с другой стороны, ищущих лица. Видите, какая разница? Когда Адам согрешил, он ушел от Бога, он спрятался, а Иаков шел к Богу. И он просил у него прощения, милости. И поэтому у нас с вами есть такая же сегодня возможность быть в числе ищущих лица Господа. А значит, оказаться в числе тех, кого Бог называет своим именем и называет нас своим наследием. И еще раз, «таков род ищущих его, ищущих лица твоего Божия Иакова». Не руки только, а лица. То есть посмотреть, как он видит нас, насколько в его глазах есть сейчас понимание того, где мы находимся, и насколько он любовь свою изливает из глаз, а не просто какое-то даяние нам надо от него. Небесный Отец, я благодарю тебя, что ты уже обо всем позаботился. Несмотря на то, что сейчас век стареет, беззаконие умножается, и мы реально это видим в своем окружении, но ты не ушел с трона. Ты управляешь вселенной. Ты не потерял пульт управления. Я за это благодарю тебя, Господь. Я благодарю тебя, что мы хотим быть в числе рода ищущих Господа, ищущих лица твоего всегда. И поэтому благослови нас, не остаться в стороне от этого поиска, не остаться в стороне от результатов, которые нам надо получить от этой молитвы и от отношений с тобой. Да будет имя твое благословенно во имя Иисуса Христа. Аминь. Всего доброго. До новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»